Это у нас идет шампанское уже сброженное, но не фильтрованное еще. У подножия горы Бештау в поселке Иноземцево в современных цехах рождается на свет игристое вино. Филиал московского комбината шампанских вин Кавыгрис – это уникальное предприятие, способное предложить российскому потребителю интересные образцы игристых вин, известных в стране уже не один год. Все начинается здесь, с приема виноматериала. Сюда напиток привозят в автоцистернах. И как отмечает начальник цеха Татьяна Волынкина, виноматериал поступает из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, Молдавии и Узбекистана. В основном закупаем сортовые виноматериалы. Это Олиготеш, Ордоне, Савиньон. Также бывает Рислинг, Пино, Сильванер. Здесь виноматериал хранится и когда приходит очередь, его забирают в купажное отделение. И там начинается превращение в шампанское. Отделение винохранения единовременное. На 80 тысяч декалитров виноматериала. Купажное отделение. Также у нас на 80 тысяч декалитров виноматериала рассчитано. Чтобы было понятно, один декалитр равняется 10 литрам. Далее этап фильтрации. Уже более пяти лет Татьяна ответственно выполняет этот фронт работы. Собственно, сама фильтрация проходит с помощью таких двух фильтров. Сначала их заряжают картоном, а после запускают. Выбрасывается воздух, который появляется при зарядке фильтра. Видите, он уже сброшен. Краны на емкостях, то есть на емкости, которые мы фильтруем, открыты. И краны на емкости, из которых мы фильтруем, тоже открыты. То есть я поворачиваю, вот. Ну и с тобой включаем. Все, фильтрация начала, с давления в норме. И мы фильтруем дальше. А дальше, после фильтрации, за работу принимается цех шампанизации. Сердце завода. Получают купажи и ставят на брожение. Вообще, игристые вина производят тремя способами. Классическим французским шампанизацией в бутылках, периодическим шампанизацией в специальных аппаратах и способом шампанизации в непрерывном потоке. На этом заводе используют периодический способ. Бражение происходит вот в таких резервуарах под давлением. Один резервуар – 2500 декалитров. Получаем купаж. Туда задаются дрожжи и ликер. И вот в течение 25-20 дней происходит брожение при температуре 10-15 градусов. На протяжении 20-25 дней идет полный контроль игристого. Электронный контроль. То, что показывают датчики внизу, давление, температуру и другое, отражается вот на этом компьютере. Я все прекрасно вижу. Температура шампанского, температура хладоагента, температура вверх и низ, то есть как происходит брожение. Температура напорного отделения готового шампанского есть у нас. И температура биогенераторов. Все абсолютно здесь, на этом компьютере, отображено. Мы смотрим, допустим, у нас идет брожение при температуре 10-15 градусов. Мы смотрим, да, температура высокая. Мы начинаем под охлаждение. Под охлаждение у нас есть специальные на резервуарах рубашки для охлаждения. Охлаждается ледяной водой у нас идет охлаждение. Вот. Мы под охлаждаем до температуры, которая нам нужна. То есть до температуры брожения 10-15 градусов. Когда закончилось брожение, снова фильтрация, но уже грубой очистки. Мы сейчас уже находимся на выходе фильтра, где идет готовое шампанское, сфильтрованное. Здесь идет грубая очистка пока. При температуре минус 4 градуса, при 4 атмосфере. Это экстрабрют, который поднимется наверх, и там будут готовить уже шампанское на марку. То есть в зависимости от того, какое нужно, полусладкое, полусухое, ну, брюд мы тоже делаем. Но здесь брюд уже более чистое, да? Здесь уже все. Это чистое шампанское, отфильтрованное, да. Еще одна неотъемлемая часть завода – это лаборатория. Здесь происходит химический и микробиологический контроль входного сырья и готовой продукции на всех этапах технологического процесса. Контролируются все показатели, которые существуют в гости на производстве шампанских вен, венных напитков. То есть крепость производит посредством отгона продукта и замеряет сахар, вот тетрует сейчас посредством химических реакций и тетрования. Ну, то есть есть свои нюансы, которые, в общем-то, в каждой отрасли существуют. Но перед тем, как показать финишную прямую, расскажем историю производства. Филиал московского комбината шампанских вин «Кавыгрис» в курортном регионе открыли в 2005 году на базе бывшего иноземцевского винзавода, построенного в 1936 году. В 60-х они выпускали до 50 наименований алкогольной продукции, известной в СССР и за рубежом. Вот с такого цеха переработки яблок начинался наш завод. Вот это цех Розлева, который был в 70-80-х годах. Вот такие были автоматы Розлева и укупорки. Это продукция, которая выпускалась заводом в 60-80-х годах. Вот он оформление знаменитого шипучего «Машук». Его знала вся Россия по выпуску этого продукта. Вот в таких машинах отгружалась продукция по магазинам «Края». Да, вот бондари работают, была дубовая тара, использовалась на заводе. Вот стоят чины для прожения. Вот они, ящики, в которые складывалась готовая продукция. А в 2007-м начали производство шампанского, которое сейчас завоевывает признание на специализированных дегустационных выставках и конкурсах. Первый год мы более 7 миллионов выпустили и продали, потому что был благополучный рынок, как-то была культура питья и так далее, и так далее. И каждый год мы льем около 6-7 миллионов бутылок шампанского. Кстати, на этом производстве есть и свой дегустационный зал. Для отдыхающих курорта представлены основные напитки производства. Это российское шампанское, брюдь полусухое, полусладкое. Это фирменное шампанское, кавыгрис, фирменное шампанское, как белое, так и розовое шампанское, полусладкое. Это шампанское бештаун. Остальные все частные марки, то есть мы разливаем много продукции частных марок. Кавыгрис участвует во всех проводимых конкурсах России. Продукции всегда занимают лидирующие места по качеству. Думаю, что самый основной конкурс – это последний конкурс, который проводился в Ялте, в институте Магарач, где была выставлена наша шампанское российское, бештау, и мы получили серебро. На сегодняшний день на предприятии работает 120 человек, и эти 120 профессионалов делают качественный продукт для всей России. Мы работаем в Москве, Саратове, Воронеже, Волгоград, Абакан, Средней России, Дальней. У нас очень много. Сибирь отгружаем мы. В принципе, основная продажа – это глубже России. А вот и цех розлива и отделки. Конвейерная работа. Сначала на конвейер помещают бутылки, привозят их из Минводского стекольного завода. После идет очистка изнутри. Наливается шампанское, закрывают пробкой и надевают мюзле. Шампанское разливается при минусовой температуре. Для того, чтобы для дальнейшего оформления она у нас поступает в термотуннель. В нем бутылка ополаскивается теплой водой. Из туннеля выходит бутылка, идет на автомат ершивания, где бутылка ершуется со всех сторон. И заходит в туннель, где она обдувается, и уже у нее идет температура совсем уже плюсовая. Дальше она идет на бракфонарь, или как он называется, визуальный, где оператор смотрит бутылку. Оператор линии Розлева Елена – глаза завода. Весь день просматривает бутылки на брак. Работа ответственная, ведь нельзя пропустить ни один из ян. То есть, все, что находится внутри бутылки – это какие-то включения, возможно, какое-то попадание мусора. И внешнее, значит, на протекание вина, чтобы пробка не протекала. Ну, вот такое вот. Значит, чисто визуальный просмотр. Далее этикировка. Клеится три позиции и акцизная марка. Сегодня таким образом промыли и оформили 39 тысяч бутылок. Ну, вот, собственно, последний этап. Бутылка полностью готова. Сейчас мы их складываем вот в такие ящики, которые после отправятся на специальный склад готовой продукции. Но самое главное, что это шампанское, сделанное на Ставрополье. Редактор субтитров А.Семкин